Сегодня я вам расскажу подробно, что происходит с вашим аккумулятором, когда вы допускаете какие-либо ошибки, что теряется емкость вашей батареи. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Пора посетить Е-каталог. Мой чехол уже слегка произносился. Вот я увожу, что мне нужно на мою модель iPhone 12. Вот есть уже предложенные варианты. Мы с этого уже можем что-то смотреть, но допустим я хочу выбрать именно ту категорию, которая мне нравится. То есть что я имею ввиду, то есть я хочу допустим силиконовый цвет, синего и в закрытом корпусе, то есть не с открытым, не с закрытым. Я выбираю доступную мне цену, которую я рассчитываю на свой бюджет. Вот я допустим до 1000 гривен указываю. Выбираю то, что мне нужно. Apple чехлы именно под мой девайс. Выбираю цвет. Качество и в принципе все то, что именно подходит мне, к чему я привык и мне нравится. Я фильтрую это все действие и нажимаю на поиск. И мне уже предоставляется именно по моему вкусу и желанию, чего я хочу, какой чехольчик. Как видите перечень очень доступная на все модели, включая ту, которую я указал. Нажимаю и могу прекрасно видеть все эти цены, те магазины, которые предлагают именно по моему вкусу и желанию. Все доступные ссылки будут в описании. Украина, Россия и Казахстан. Смотрите какая ситуация. Ребята, если вы вдруг удивляетесь, что вас за один месяц или за два месяца там падает на несколько процентов емкость вашей батареи, это только сугубо ваша ошибка. Почему? Да все просто. Если вы допускаете перенагрев устройства, теряется емкость. Переохлаждение устройства, теряется емкость. Что это значит? Это значит, когда вы, допустим, играете на телефоне, он без того греется. Потому что процессор мощный, потребление той или иной игры берет максимум производительности с вашего устройства. Поэтому не хватало, чтобы вы еще втыкивали в заряд. Когда идет заряд, вы еще играете. То есть вы допускаете максимальный перенагрев и теряется емкость вашей батареи. Переохлаждение то же самое. Когда вы на улице с телефоном долго переписываетесь, то что у вас вдруг телефон начинает быстро терять заряд и выключается, вы точно так же теряете емкость. Другой момент, это третий уже. То, что вы допускаете вообще процентную емкость вашей батареи, заряда имеется в виду, ниже 20%. Всегда старайтесь дозаряжать. До 20% дошли, считайте, что это почти 0%. Лучше дозарядите там до 40%, до 50%, не обязательно до 100%. Вот емкость старайтесь гонять именно так, чтобы она была ближе к 80%, к 100%, но не ниже 20%. Так как у батареи есть некая память и чем вы будете ниже опускать или вообще разряжать ваш телефон, то есть батарея будет на нуле, вы опять ее будете догонять. То есть вы убираете полностью энергию и из-за этого тоже теряется емкость. Не так сильно по тем пунктам, что я говорю, но теряется. Также имейте в виду. Четвертый момент. Запомните, когда вот допустим, как я использую свой iPhone 12 в энергосберегающем режиме, там в каком-то дне. То есть, ну то есть там при звонках, при каком-то серфинге, в интернете, там мессенджере. Это все в энергосберегающем режиме. Когда я снимаю видео, монтирую видео, я выключаю энергосберегающий режим для того, чтобы использовать опять же всю мощь своего процессора, чтобы получить всю ту картинку, если это на видео, фото, либо же это рендер через программу, в которой я монтирую ролики. Всю ту мощь должен получить и производительность от устройства. Это тоже влияет своего рода. Если это будет делаться в энергосберегающем режиме, это будет мало того, что в половину процессор режется. И из-за этого, когда будете монтировать что-либо, либо снимать, вы считай, нагружаете устройство, оно в половину меньше работает, больше потребления энергии, нагрузка, нагрев батареи и все тоже, в принципе, что я перечислял. Все. Эту всю суть себя запомните. Когда вы заряжаете устройство, стараетесь его не использовать, можно в мессенджере там попереписываться 5-10 минут и все на этом. Там все, в принципе, поотвещать на смски, там можно какой-то готовить текст, только чувствуете, что телефон греется, все. Сразу же заблокируйте, ставьте его в стороночку и не используйте. Это все разрушает вашу батарею. Это если вы сильно заморачиваете, я вам подсказываю все пункты. Если же нет, просто пролистывайте, смотрите дальше какое-то видео. Вот, в принципе, все, что я вам донес. Если будет что-то непонятно, задавайте мне вопросы. Я готов вам ответить всегда 24 на 7 в комментариях. Я с вами поддерживаю разговор. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok